Всем привет, это подкаст V2P2C. Меня все еще зовут Вита, и сегодня у нас в гостях Вячеслав Благодарский. Мне кажется, что ваши регалии можно бесконечно перечислять. Сооснователь Comedy Club, прожектор Paris Hilton, сценарист Comedy Woman, Большой Разница, многих команд КВН и новогодних выпусков на Первом канале. И это только какая-то краткая выжимка из вашей биографии. И вот я бы хотела задать первый вопрос. Как вот получилось, что вы начали свою карьеру в области развлечений и шоу-бизнеса? Здравствуйте, я хотел поздороваться со стадионом. Карьера в шоу-бизнесе, как началась у нас? Ну, когда у нас начиналась карьера, у нас не было никакого шоу-бизнеса. То есть, как мы начали этим заниматься. Вообще, как бы я начну с того, что когда меня ваш продюсер приглашал на подкаст по бизнесу, то есть я немножко так осекся, потому что бизнес это... Единственное, что меня связывает с бизнесом, это то, что я закончил университет экономики и финансов в Санкт-Петербурге. Там же начался студ-клубы, КВН, и там же и закончилось мое увлечение аудитом и прочей ерундой. Но я немножко успел поработать. Но там же все и началось. Это шоу-бизнес, этого КВН, потому что все там сто раз интереснее было в этих полуподвальных клубах. Плюс это Петербург, девяностое. Выходить на улицы страшно было, поэтому мы терлись друг об друга, что-то разговаривали, разгоняли, что-то делали. Потом, да, потом начался КВН, и сразу вот КВН, это вот моя команда была, откуда вышли. Дима Хрусталев, там Полина Себогатульна, Витя Васильев, который сейчас как актер успешно. Тоже, ну вот это вот наш путь в этот шоу-бизнес. Потом мы приехали в Москву, с нами тут начали там пытаться нас как-то освоить, но мы были глупенькими, то есть с первого захода как-то не поддались, то есть не поверили, когда Ермольник говорил, ребята, не нужны вам ваши проекты, а нужно один раз выступить на дне рождения у тети Сары, и вы будете обеспечены весь год. Но мы как-то не верили в это все. Сейчас верим. Спасибо. Вот вы сказали, что вы играли сами, да, и выступали? Я на сцене никогда не был, то есть мне всегда нравилось им написать. А, это обусловлено тем, что хочется больше оставаться в стороне как вот создатель, то есть человек, который... Мне хотелось им манипулировать. Манипулировать. Я вас поняла. Тогда я хотела бы немного подойти к стилю написания, к манипулированию. В общем, я в один момент в своей жизни жестко фонотела по Монте Пайдену. Это такой вот хороший уровень британского абсурдного сюра, который вот, мне кажется, нужен в жизни любого человека. В хорошем смысле. Вот. И иногда я замечаю, что в российских проектах он тоже как-то вот проявляется. Например, в Ленникуке, которые сделали там Бима Саев и Руслан Рептилоид, там с импровизацией они начали, вот, и потом ушли в ЧБД какой-то. Вот. А как бы вы описали свой комедийный стиль? Слушайте, вы знаете, мы недавно с моим другом Александром Антоневичем из Санкт-Петербурга вспоминали, что... Ну то есть ты пишешь, да, ты пишешь сначала как коряга, то есть не понимаешь, как это делается, то есть не было же ни обучения, ни каких-то, ни лекал, ничего, и не было, условно говоря, посмотреть тот же Монте Пайтон, то есть мы увидели их как бы уже позже там, то есть там какие-то... То есть для меня осознание того, что я делаю, в общем-то, все правильно, а не как-то не какую-то... Ну, не в ту калитку куда-то иду. Это когда я прочитал книгу Курехина с Дебежевым «Не мой свидетель», я как-то вот там увидел отражение для себя, то есть все нормально, то есть тот идиотизм, который я делаю, это, оказывается, печатают, и есть ребята, которые тоже это все... Вот этот момент для меня был, наверное, таким, скажем, о, ну, типа все работает, все работает, и все не просто так, да. А в чем фишки могут проявляться в написании сценария, например, или вот в создании какой-то сценки, которая потом идет в шоу? Слушайте, это невозможно так рассказать. Вообще, то есть, если, чтобы писать, для этого нужен кругозор просто. Нужно читать, нужно быть в материале, нужно пасти поляну по актуалу, то есть все зависит от задач, да, если ты пишешь сценарий для... по-моему, красиво. Для фильма у тебя есть задача какая-то конкретная, что ты там пишешь в драме, или ром-ком, там одна ситуация. Когда тебе нужно написать какой-то номер для комедий-вумен, ты уже отталкиваешься и от образов девочек, и от хрона, и от прочего. То есть это... то есть это ремесло, по сути, это не так весело, как может показаться, но это нормально. То есть, когда я говорю ремесло, я говорю скорее о том, что этому можно научиться, и научиться может практически каждый. То есть для этого не нужны какие-то специальные навыки, никто не рождается с какой-то гыгой во рту, и не ходит там, и не прикалывается. И, как правило, какие-то очень серьезные знаковые авторы, у нас тоже есть там легенды цеха, которые... Это в основном не очень жизнерадостные, достаточно мрачные ребята. Какой ужас. Приходите к нам. Хочется. А вот если говорить про комедий и прожектор, вот как, по вашему мнению, получилось создать хороший продаваемый сценарий, который идет на главных федеральных каналах? Там была такая история. Перед тем, как продать этот хороший, как вы сказали, сценарий на федеральный канал, мы два года работали здесь недалеко. На Петровке был такой берлинский дом, есть ли он сейчас. И там мы два года внизу просто делали это мероприятие, то есть за 0 рублей 0 копеек. Мы понятия не имели, что такое стендап, мы не видели его. То есть все наши попытки были очень наивными. Но зато мы не воровали. То есть нам неоткуда было бы воровать. Поэтому все наши попытки, да, конечно, ты сейчас смотришь, видишь пересечение, но это скорее, я считаю, ну как комплимент нам, что мы своими там где-то провинциальными, где-то тупорылыми, где-то пьяными мозгами доходили, ну шли по правильным дорожкам. То есть тыкались в те же самые уголки, как бы и все. То есть у нас был этот проект там, то есть к нам сразу как-то потянулись звезды, стали приходить. Потому что тогда вообще не было ничего подобного, то есть ну была эстрада, как это, а здесь какие-то ребята, плюс ко всему у комедии того времени не было шлейфа КВН, потому что там играли не звезды КВН. Там были собраны именно друзья, там как бы, ну вы знаете там команду из Пензы в Леон Дассон, да я сам ее не знаю. А Павлик воля оттуда, а все началось, что мы там постояли, покурили где-то там в Сочи и стали общаться и дружить. То есть это все тоже как бы достаточно, это случай, да, собрал этих людей, то есть там как бы, ну это касается практически каждого, не буду перечислять из первого состава ребят. То есть это были не звезды и поэтому не было такого, вот теперь КВН там нам еще типа переобулся и пытается быть как бы модным. Вот если говорить про КВН дальше, я заметила, что сильно поменялся формат шоу, в том смысле, что КВН изначально это ну конкурс для студентов, которые хотят посоревноваться в юморе, да, и в каком-то развлечении, а сейчас помимо студентов там домохозяйки, там за коалиция сантехников каких-нибудь. Понимаете, там где продается телевизионная передача с форматом, это деньги, это большие деньги и играющие студенты у себя в Самаре в авиационном институте никого не интересуют. Интересует продукт. Продукт должен быть качественным. И когда берут высшую лигу команды, их оценивают по многим параметрам, то есть по наличию авторов, по наличию актерского потенциала, подсказывают. То есть им вот эти сюрпризы и ваши внутренние переживания вообще не нужны. Это огромный бизнес, почему? Опять угнетают студентов. Никаких студентов, забыли к чертям. Кто это? Нет, ну студенты есть, конечно. Здесь тоже история такая, как все зависит от финансирования. Где-то финансирует область, как молодежная политика. Где-то, как у меня в Финеке, всегда очень поддерживал институт, то есть как находил деньги. В сборной Петербурга вообще никто не поддерживал. Это вообще опасно. Как это произошло? Ну то есть я где-то заплутал, да? Да нет, нормально. Да, прям все точно по КВН. Я сейчас немного отойду от КВН, потому что мне кажется про него... Вообще от него отойти, потому что это как будто было не со мной. Извините. Ну это прекрасно, не надо однозначно. Вот мне сейчас 21 год, и я выросла на многих ваших шоу. То есть я помню, вот я сижу дома у бабушки, играет Comedy Woman. И, кстати, мне очень нравился Comedy Woman. Ну это отличный был продукт. Конечно, да, потому что... Слушайте, вы понимаете, вот эта история про то, что, типа, когда появился Comedy, блядь, стал самый модный, все дела. Потом эти маленькие мальчики, приехавшие поиграть в стендап или что-то, начали презирать. То есть понимаете, то есть Comedy стал неким аналогом Петросяна там и прочего-прочего. То есть то, что за шквар какой-то, что за темы, там, в случае в аптеке, серьезно, там. Ну то есть начался такой откровенный стек. Сейчас опять происходит такая, что как бы эти ребята уже со своими детьми смотрят. И опять любят и ностальгируют. И мне очень приятно за свои высказывания, наверное, или мнения по этому поводу. Это такая жизнь, понимаешь? Вот оно так бывает. Потому что юмор, он, ну, как-то кольцует, что ли. Времена идут по спирали, что-то становится актуальным. То есть какие-то вещи, ну, снова работают между ними. Ну вот, да, кстати, если говорить про какой-то резко нахлынувший хейт на Comedy Club в один момент, когда, ну, просто тоже мои сверстники тоже говорили, фу, ты смотришь Comedy Club, там, какой-то странный юмор. И мне не всегда было понятно, чем это аргументировано, потому что в один момент это стало просто модно. Нет, я говорю, аргументированно это появлением новых форматов, упрощенных форматов, да, потому что Comedy Club это все-таки шоу. Люди тратят деньги на декорацию, мать вашу, да, а не просто, блядь, на фоне стены. Ой, извините, у нас не нормально. Около нормально. Я переговорил. А мы потом запикаем все нормально. Да, что это не просто вам, да, когда у вас вы там на фоне стены или там портьеры, черт с ней, пусть Аллой как бы заморочились это делать. То есть это такая попытка, как бы, как правило, упростить всю эту вещь. Плюс ко всему, я не отрицаю уже, что со временем, то есть существует и кризис жанра, и смена поколений в том же комедии, и еще какие-то там вещи. То есть существует такая, как бы, усталость металла, да, то есть может быть это были не лучшие годы. Но все равно это так не бывает, как бы. То есть если программу покупают телевидение, если они, они бы не покупали, если не смотрели, рейтинги были стабильными всегда. Ну, конечно, да. Ну, то есть, да, поэтому это скорее просто попытка очередных молодых сдуть с лица земли. Ну, да, то есть это именно было в разнице поколений, потому что люди там, например, 20-30 плюс в тот момент, они смотрели стабильно, но вот когда нам было по 15, то есть мне и там, и моему поколению, мы просто переживали большой такой, так сказать, смену моральных парадигм, потому что в тот момент это был вот, ну, 15-й год, 16-й год, и всем было важно показать, какие они не такие. То есть это вот общество не такусь, мы там смотрим, например, ну, из блогеров Ларина, да, они там в этих ваших позитивных девчонок, которые снимают обзоры на свои покупки. Мы там говорим про нигилизм, читаем умные книжки, которые не понимаем, да, но главное, что вот мы не такие. И из-за того, что Камеди достаточно тоже популярная программа, до сих пор остается, это было больше связано с тем, что мы от вас отходим, мы, типа, отходим от телека, нам это не совсем важно, не надо, потому что мы не такие. Да? Вот. И если... Ну, вот у меня была мысль о том, что вот мне 21 год сейчас, но я на нём, на всех ваших проектах я росла. Вот. И я прекрасно помню, что вот по утрам я просыпаюсь, родители смотрят там телевизор, включают его на фон и играет мульт личности. О-о-о. Замечательное шоу. Это был удивительный проект, да? Да, и я, ну, как естественно, мне было 6 лет, типа, я не понимала, что там происходит, вот, но я видела, что взрослым очень смешно. И мне очень интересно, почему проект закрыли, вот, и можно ли что-то сделать сейчас, пародийное, вот, в наших условиях. То есть сейчас уже нет смысла никакого, просто тогда это был очень дорогой проект, и он выглядел дорого, там была анимация серьёзная, там... Ну да, да, это CGI какой-то, типа. Всё, короче, было по-взрослому, это было впервые, это был прайм-тайм первого канала, ребят. Вот. Не всё там, конечно, было бомба, но там, видите, когда ты идёшь шагом раз в неделю, ты должен понимать, что твоё качество, а мы выходили раз в неделю, не как снимает Comedy и Comedy Woman, не пулами. Когда ты снял, и у тебя ничего не изменится за это время. Мы шли, как бы, неделю в неделю для того, чтобы быть актуальными. И какой-то номер резервился, а представляете, какая-то работа, да, там, типа, в студии, отснять этих актёров, натянуть все эти маски, озвучить. То есть это была очень такая серьёзная работа. Сергей Бурунов, кстати, он озвучил у нас половину персонажей, на тот момент ещё не будучи звездой, как бы, именно такого масштаба, но Сергей именно, как бы, там вот... раскрылся, его очень ценили, конечно. Ну, такой вот проект был. Но там были, конечно, как бы, его писали, я, Денис Леонидович Привалов снимал, Юрий Володовский. Там были, конечно, ультравесёлые вещи. Очень, ну, мы же, конечно, не можем без пасхалок, без всяких глупостей. То есть это же всегда нужно свои пять копеек ставить. Там были, конечно, мощнейшие серии, но в основном это было для общего пользования, честно говоря. А можно сказать, что мультиличности было, скорее как, показать, что вот у нас эстрада такая пластиковая, и, соответственно, можно показать, что это, на самом деле, смешно в каких-то моментах? Ты такая, она пластиковая, то есть мультиличности, ну, там, да, плюсовались там все какие-то качества этих звёзд, звёзд политики, иностранных, как бы, ну, просто брались персонажи. Нам вот самое интересное было, когда ты идёшь не в стриме, неусловно говоря, произошла ситуация, и ты её обыгрываешь, а когда ты какую-то идиотскую вещь, как там едут на дачу к Михалкову, да, вот у нас, я помню, было, и мы сделали хоррор из этого, и просто едут разные люди. То есть и нам интересно именно поведение, нам лично было, хотя это принимали у нас в меньшей степени, потому что, ну, нужен был актуал, да, типа, вот, произошла такая штука, и вот её лучше. Если продолжать речь о том, что на вашем шоу выросло не одно поколение, там, как минимум два, как вы считаете, какие ключевые вообще есть аспекты успешного комедийного шоу? Потому что вот сейчас есть ребята из импровизации, там, Арсений Попов, там, Антон Шастун, они в эфире уже восемь лет, и при этом у них шаблонная игра, но они при этом актуальны, вот. Если ты юмором занимаешься, ты должен быть актуален. Я, наверное, вот про что, наверное, скажу, что сделать вот шоу, это тоже очень большая химия. Вот не бывает, понимаете, что после прожектора, сколько раз пытались сделать прожектор, ну, потому что всё очень просто по форме, да, у тебя есть новости, у тебя есть информационный повод, и ты, как бы, собираешь самых остроумных, и просто вы там сидите, всё это обмусуливаете, ржёте, как бы непринуждённо, как будто вы у себя там на кухне и прочее. И все эти попытки просто провалились с треском, я не говорю даже на уровне пилотов, на уровне пилотов провалились сотни. На уровне там уже каких-то попыток эфира и прочее тоже пока, условно говоря, там не появился ЧБД, да. Формат тот же самый, абсолютно. Ну, то есть, только вместо новостей у тебя инфоповод, который рассказывает у тебя гость. То есть, вот, только с какой-то там очередной попытки удалось, как бы, собрать команду, в которой была своя, как бы, синтетика, которая заработала, да, то есть, каждый нашёл своё место, это, ну, как выясняется, это непростая вещь. То есть, ты не можешь собрать там вот всех звёзд, всех лучших музыкантов, у тебя всё будет очень хорошо, на мой взгляд. Ну, это больше про продюсирование же именно, собрать команду, понять, как это будет работать. Ты знаешь, это и про продюсирование, и про удачу. Я не раз участвовал в проектах, когда даётся карт-бланш, когда даётся куча денег, все деньги даются. Даются тебе все актёры телевизионные, комедийные, там, кто свободен на данный момент, и ничего не получалось. И такого очень много. То есть, помимо продюсирования, ну, нужна ещё продюсерская удача, вы же тоже не забывайте. Когда всё не получилось, как бы продюсер говорит, ребят, ну, не угадали с составом, там, что-то это, когда всё получилось, он говорит, а я что говорил. Вы не забывайте, никто этого не отменял. Вот если, кстати, говорить про продюсирование, я смотрела интервью, значит, Александра Соколовского с Николаем Картозией. И Николай выделяет четыре главных качества продюсера, точнее, какие четыре вида продюсеров бывают. Вот есть продюсер-продюсер, который понимает все нюансы производства контента, потом есть продюсер-администратор, я их выписала себе. Например, он умеет делать то, что умеет делать продюсер-продюсер, только он делает это дешевле и качественнее. Есть продюсер-пророк, который предсказывает тренды или что залетит, так сказать. И продюсер-интегратор, который супер амбициозный. А что для вас конкретно означает продюсер? И какие скиллы у него должны быть для этого? Я лучше бы ответил, что лично для меня представляет Николай Борисович Картозий. Давайте. Да нет, ну во-первых, как бы, да, нет, все правильно сказал, сложно не согласиться с таким человеком. Нет, ну Николай, конечно, это просто адепт этого цеха, причем Николай действительно имеет право делать выводы, потому что он и прошел весь этот путь, и он действительно умеет в этом все. То есть действительно есть как бы разные продюсеры, Коля может все, действительно абсолютно все. Вот, я не очень хочу разбирать, как бы, кто администратор, кто там, ну, как бы, я считаю, что, давайте упростим просто, если у человека получилось, он хороший продюсер, если не получилось, он плохой, клянусь, ровно так и обстоит дело. А как это тогда работает со сценаристами и режиссером, например? То же самое, абсолютно. Я говорю, что, то есть, в принципе, случайных людей, да, уже на этом уровне не бывает. То есть ты набираешь там колоду авторов, да, из там, из ста человек, у тебя есть там шесть, да, ты их собираешь, они все более-менее ничего, как бы, да, и там тоже есть свои градации, кто-то форму хорошо выдает, кто-то хорошо пишет репризы, кто-то хорошо там какие-то сюжетные повороты разрабатывает. Я говорю, все это зависит от очень многих моментов, в том числе от удачи. Это не от того, что свалить можно или нет методов каких-то, но это в том числе, потому что методом вас лучше научит Николай Борисович Картозе, который замечательный канал, продюсер Картоз, и там Коля вообще разворачивает удивительную штуку о том, что именно как продюсирование своей жизни, потому что действительно можно каждый свой поступок, каждую ситуацию, в которую ты попадаешь, спродюсировать, да, то есть относиться, взглянуть на это как снаружи тарелки, снаружи кастрюли, да, то есть не переживать, а взглянуть, как ты поступил бы как профессионал, да, то есть и что бы ты изменил, что исправил. Я думаю, это все-таки его поляна, не будем отнимать. Ну вообще это правда хороший навык иметь понимание, как можно создать свое шоу в своей жизни, потому что, опять же, если мы там сейчас будем ссылаться на шоу Трумэна, по факту уже человек жил в шоу, вот, и мне кажется, это здорово, если каждый может представить себя в шоу Трумэна, не с какой-то негативной... Ну скажем, здесь, мне кажется, большой плюс, что ты можешь критически взглянуть спокойнее, не как-то не переживая каждый момент, а как бы вот это так, и как решить эту проблему. Да, это суперздорово. Мы сейчас подходим немного к телевизору. Хотелось бы спросить, как зарабатывать на телевизоре создателю проекта? То есть уже не какому-нибудь дяденьке, который, там, имеет вес, например, да, или он понимает эту индустрию, а вот человеку, который, например, выпускается из университета, да, там, в ГИК какой-нибудь, ГИТИС, ГИТР и так далее, вот, или человеку, который, в принципе, только входит-входит в этот бизнес, у него есть идея, которая, там, претендует на звание культовый в будущем, вот, каков этот процесс от идеи до продажи? То есть речь всё-таки об авторе-продюсере, да, который придумал своё шоу. Это очень сложная история, понимаете, опять-таки это... Опять-таки стечение обстоятельств. То есть я понимаю, то есть я, можно сказать, вы должны, там, ходить, носить свои проекты, у вас всё получится, да ни хрена у вас не получится, просто, ну, я вам точно говорю, просто история такая, да, вот, можно ходить, там, на пятницу, отправить, там, 100, у них всё равно проходят конкурсы какие-то, да, всё. Можно, не знаю, другие каналы, там, делают, как каким-нибудь, там, продюсерам другим попасть, то есть всё равно, мне кажется, самый правильный способ идеи, да, у тебя появляются идеи, там, и на первом, на втором, на третьем курсе, но мне кажется, нужно сначала зайти в профессию, да, если ты автор, то начать писать, и начать писать на какой-то крупный канал, продакшн, да, это разницы нет никакой, кто производит, там, фильмы, там, мультфильмы, или выпускает передачи, начать с самых низов, начать, там, с администраторов, со всех, просто это не унизительно ни капли, а потому что ты таким образом входишь в профессию. Кто-то начинает работать с ветиком, гаффером, кто-то вообще поймёт по ходу дела, что именно ему ближе. Так бывает, это, в этом нет ничего, есть люди, которые, вот, он пришёл актёром, потом видишь, он режиссёр на самом деле, и особенно на начальных этапах, это очень важно, то есть, многие до сих пор не знают, какой ты сам на самом деле, и чего же говорить об этом нежном, прекрасном возрасте. Идеи надо, наступит случай, это, опять-таки, я не то, что, как фатально говорю, да, о том, что вот, всё на телевидении так решено, но окажется случай, но попадётся тебе, когда ты будешь за рулём такси, какой-то пьяный пройдётся, и ты ему успеешь рассказать, и он вдруг вспомнит и перезвонит. Ну, то есть, я говорю, что проще входить в профессию, когда ты, условно, там, работаешь в продакшене, да, работаешь, там, помощником, 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 продюсером, ты уже здесь, тебя знают в лицо, и ты можешь уже как-то заходить, показать, то есть, и плюс ко всему, люди тебя уже знают, они понимают твои способности. Ты не человек с улицы какой-то странный, который неизвестный, может, украл он эту идею, да, где-нибудь в Намибии выходило это шоу, а потом, да, будут какие-то проблемы с этим. То есть, на мой взгляд, входить нужно именно так. Через связи. Нет, не через связи, то есть, устроиться как раз... Ну, через... Нет, 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 устроиться как раз именно на первичные позиции, да, для начала пути может каждый, это точно, я вас уверяю, это вообще, с этим никакой проблемы нет. То есть, ты можешь оказаться там в какой-то, в авторской группе, да, достучаться до каких-то авторов, сказать, вот, посмотрите, посмотрите мои фрагменты, он скажет, да, отлично, и будет давать тебе часть работы, да, то есть, ты уже будешь закрывать, когда ты сам набьёшь этот навык, у тебя появится эта уверенность, то есть, не всегда вот эти наши ранние мысли настолько хороши, как нам кажется, поверьте мне. Ну, а с другой стороны, ещё важный момент, ничего не пропадает практически. Когда вы окажетесь уже в обоиме, когда у вас будет практически все ваши идеи будут реализованы, просто как-то так это происходит, то есть, практически ничего не пропадает, всё равно появится какой-то заказ, что-то, скажет, что у меня была идея, а у меня была она, как бы вот, и просто этот путь к её продаже будет такой длинный. Спасибо. Какова средняя цена проекта на телевидении? Ой, друзья, я не могу это сказать, это никакой не секрет, потому что это очень большая амплитуда, то есть, от каналов, которые могут себе позволить там одну, да, там до каналов, которых федеральные, которых совершенно другие бюджеты, это просто очень большой разброс. То есть, я что бы ни сказал, это нужно детализировать, а если я буду детализировать, я буду говорить о цифрах конкретного проекта, это, ну, всё-таки некорректно, на мой взгляд. Ну, да. Деньги есть, я вам скажу. Идите, идите смело, деньги есть, всё. Ну, то есть, если развивать наш подкаст как телепроект, это был бы примерно такой же процесс внедрения его на ТВ. Всё так же ссылаясь на картузию, что... Он сказал, в общем, что на реалити-шоу выросло уже три поколения, вот, и я с ним согласна, потому что там часть моих друзей молятся на блондинку в шоколаде, Собчак, да, другие молятся на Кардашкинс, вот, и какие-то там на битву экстрасенсов. Не пробовали молиться на более легальные религии? Нет, это очень модно. Вот, ну, в общем, и так далее. Этот список тоже может быть бесконечный, что в России, что за рубежом. И вопрос такой, как думаете, было бы вообще интересно снимать реалити в книжном магазине, точнее, реалити про книжные магазины, как люди в них работают, живут? Реалити про книжные магазины, мне кажется, было бы неинтересно, потому что будет очень мало ярости, мне кажется, в этих приятных тихих местах. Но комедийный сериал, вплоть даже до ситкома, я не считаю, что это низкий жанр, кстати, а это именно как бы, это надо научиться написать, понимаете? Если бы друзья все работали в магазине, да, в книжном, я не думаю, что там было бы, накал был бы меньше и менее интересно было смотреть. То есть если бы они собирались у Дженнифер Эннисона не в кафе, а в ее книжном магазине после работы, то есть мы видели бы таких посетителей, таких прекрасных ребят с такими интересными запросами. То есть мы как-то проговаривали даже на эту тему, что это же уникальная ситуация, да, по поводу вот клуба, где, по сути, рейв техно и пьяные читатели. То есть, ну здесь как бы, да, здесь сам по себе уже градус очень интересный, но в принципе, как ситком или комедийный сериал про книжный магазин, я себе абсолютно представляю. То есть, конечно, нужно думать над сюжетом, конечно, все не просто так, но это можно. Ну вот, похоже, ситком уже был, тоже в 2000-х, по-моему, назывался «Книжный магазин Блейка». Абсолютно верно. Вот, и когда... Но они не монополизировали эту тему. Ну да. Мы можем вообще иначе зайти, да, конечно, есть, но мало ли что было. Все, что снимают, у нас все было. Ну да. И офис был. Да, да. Офис, кстати, в этом плане гениальная штука, потому что... Офис во всех планах гениальная штука. Да. Что британский, что американский, это любимейший. Есть еще индийский офис. Да, я не знаю. И китайский. Да. Я посмотрела, что пару штук не поняла. Ну, это просто, конечно, гениально. Я говорю какие-то тупые вещи. Вот. И это забавно, потому что была серия, где он проводил собрание сотрудников, да, и там работал над тем, чтобы снять стигму, да, и говорил, я чувак из тюрьмы. Когда он в баскетон. Ну, слушайте, там каждая серия просто... Ну, я бы их не сравнил с серией, конечно, потому что мне кажется, ну, в этом сериале просто это невероятно круто выписан образ идиота у власти. То есть, мудрый взгляд на все, как бы попытки играть вот в этого взрослого настоящего руководителя. Ничтожность этой там, что там, бумагу они пересылали. Да, да, бумагу. Да, то есть, ну, это прекрасный, идеальный, очень слитный сериал просто, очень круто. Разделяем. Я люблю офис очень. Я бы хотела, да, про телек поговорить, потому что у меня сначала была мысль, что телек умирает, потом меня убедили обратно. На самом деле телек не умирает, и это логично. И я бы хотела спросить, а вот как это происходит, интеграция с телевидением в интернет, когда все понимают, вот, ну, телевизор, по факту, многие не смотрят. Они включают его там на задний фон, там кабель подключают очень редко в последнее время. Все в основном смотрят на YouTube, потому что, ну, почти у каждого есть там смарт-тв. Ну, если мы не говорим про супермаленькие регионы, где у людей нет денег, да, хочется спросить, как вот это происходит, как происходит пересмотр формата. Я не очень помню, как раз у того же Николая Борисовича Картозия, у них какой-то слоган, что, типа, вы смотрите не телевидение, вы смотрите Пятницу. И этому есть объяснение. Это не просто, типа, глупый слоган, мы, типа, не такие, но мы, ну, это глупость, Пятница идет по телевизору, Николай Борисович. Вот, речь идет о том, что просмотры, не буду оперировать цифрами, потому что, то есть, просмотры тех же самых пацанок в сети и на платформах превышают значительно смотрение по телевизору. То есть, в данном случае, то есть, продукт продается два, то и три раза, понимаете? То есть, и охват аудитории, то есть, который благодаря платформам, да, или там, я не знаю просто, где они размещаются, то есть, он в разы больше, чем по телеку. Поэтому они выпускают продукт для всех вариантов смотрения. Вот, поэтому вот у них этот слоган, поэтому это заложено в их, скажем, ДНК, да, и в финансовых моделях. Ну да, то есть, это получается платформа, которая приносит дополнительный заработок, несмотря на то, что вот мы уже с Ютьюба, например, не зарабатываем, нам отключили монетизацию, и это грустно. Хотела еще поговорить про Пятницу саму, то есть, насколько это хороший телеканал с точки зрения шоу-бизнеса, потому что, например, ну вот мы росли все на ТНТ, да, на СТС какого-нибудь, который показывал фильмы, там, по вечерам особенно, какие-то культовые фильмы, или там, на тот момент суперпопулярные. ТНТ был больше тоже вот про комеди, про комеди вумен, там, потом появилась импровизация, и кажется, что Пятница это больше про людей, то есть, больше про реалити, а ТНТ это что-то про, именно, просто про юмор. Пятница, это вообще уникальный канал, то есть, Пятница канал, созданный человеком, хорошо подумавшим. То есть, Николай Борисович для себя на берегу, перед тем, как он уже занят частотой MTV, на берегу придумал все вот эти аспекты, форматы, что он хочет показывать. Я не буду, опять-таки, там, это вот нужно, вот вам подписаться на его канал, там все это постоянно, очень детально расписано. То есть, это там, то есть, еда, путешествие, любовь, то есть, радость жизни, вкус жизни, это было заложено в ДНК каналы, извините за эту заезженную ДНК, но это, это действительно так, то есть, было, то есть, ну, это разные каналы, они совсем разные. Ну, да, да. То есть, ну, как бы, ТНТ развлекательный был, у него была такая задача быть развлекательным. Ведь когда-то на ТНТ были новости. Обязательно, вот, про Пятницу скажу вам, как бы, обязательно смотрите проект Пятницы Ньюс, очень хороший проект Пятницы Ньюс, я его очень люблю. А почему? И еще, кстати говоря, это вот проект Пятницы Ньюс несколько лет назад получил ТЭФИ, это была очень интересная история, когда участвовали в голосовании все новости России, Первого канала, но получил Пятницы Ньюс. Причину, причину сами догадайтесь. Нет, потому что, нет, они получили, потому что они реально классные, как бы, да, но... Пятница, ну, в принципе, есть ассоциация сразу, то есть, это вот закончилась рабочая неделя, можно отдохнуть, там, порадоваться, повеселиться. И вот, опять же, возвращаясь к вопросу про реалити, просто я замечаю, что у них, ну, большая часть, это, например, вот, четыре свадьбы, да, там, четыре женщины выходят. Они первыми, да, оседлали этот формат, они им занимаются, он у них получается, у них он получается настолько, что они продают форматы за рубеж, реалити-форматы продают за рубеж, ну, для наших, представляете, это круто. Вот, а сейчас, если уходить от реалити-развлечений, вот, хотелось бы поговорить про ТВ-3, вот, будет сейчас генеральный директор там. Прекрасный канал, любимый, любимый канал. Отдел маркетинга, только красотки и эрудиты, то есть, вообще, обожаю просто. Я, насколько понимаю, просто я помню, опять же, я была маленькая, мы смотрели с бабушкой, там, слепую, гадалку, там, всякие, типа, типа битвы экстрасенсов. А вот, когда это закончилось? Почему? Никогда не закончилось, нет, уже закончилось, на самом деле, я просто, смотрите, опять-таки, мистическое направление канала ТВ-3 тоже было проанализировано и придумано в свое время. Это не то, что они, как бы, брали какие-то дешевые, там, сериалы или... Это было мистическое направление, это была ниша, не занята. Особенно для городов 100 минус. Да, то есть, это было очень... И это работало, и сейчас работает, сейчас хорошее. Сейчас канал меняется, меняется, он, как бы, появляются разные направления, то есть, он превращается такой в полноценный, в полноценный, живой канал. Но при этом какой-то вот этот мистический налет, да, вот это приятное ощущение, на самом деле. Ну, ты понимаешь, ну, многие люди любят такие вещи. То есть, не все позитивные, как мы. Нет, ну, это нормально. Ты же все равно читаешь, там, Эдгар Апо или чего-то, все равно тебе, там, как бы, все это... Мрачность, все это интересно. В общем, это не... Ну, мне не хотелось бы, чтобы это заканчивать, потому что у этого есть свой зритель, есть потребитель. И сейчас, когда у нас по ряду причин уменьшается доля этих, ну, скажем так, полумистических проектов, у нас на шаблоку приходит много писем с требованием вернуть. Ну, потому что мистика – это, правда, хороший кликбейт, особенно, когда он интенсивный. Вот те же, опять же, битвы экстрасенсов, то есть, все смотрели и до сих пор смотрят, то есть, вот, опять же, мои ровесницы пересматривают, там, выпуски 10 лет назад, потому что там есть хорошая такая вещь, мы не будем это показывать, там. То, что увидела оператора, повергло их в шок, мы не можем это показывать, там, по каким-то понятным причинам. Ну, разве не прекрасно? Конечно, прекрасно. И я маленькая все время орала на телевизор и говорила, я хочу посмотреть, что там, даже если я буду проклята, мне очень хочется. И это до сих пор работает. И бабушка моя тоже чертыхалась постоянно и говорила, типа, да что ж ты там такого-то? Ну, не может быть там что-то страшное настолько, они же живо все вернулись, покажите. Все равно работает, работает. Конечно, работает, да. Особенно, если люди впечатлительные. Вот, и опять же, если это говорится про регионы, сто минус. Какой сейчас курс у канала? Что хочется развивать? Что хочется делать, например, новое? С этим занимаемся. То есть, я пришел на канал, меня пригласили работать именно как раз под ребрендинг, под новые проекты, под смену курса. Сейчас мы его формируем как раз. Сейчас мы пытаемся, ну, как бы, у нас есть разные попытки. Где-то удачные моменты, где-то неудачные, что-то лучше. Сейчас мы нащупываем свой стиль. Свой стиль, поверьте, нам это удастся. Все будет очень хорошо. У нас есть успехи, мы идем. Но, то есть, сейчас мы находимся в процессе именно этой перестройки. И это прекрасное время, что говорить, да, когда ты можешь поучаствовать именно в формировании. Ну да, то есть, что-то новое. Оказаться в этом живом процессе. Да, поэтому мне очень нравится. А что бы хотелось видеть в конечном итоге, как вот телеканал, например? А это не мне решать. Опять-таки, нет, это просто, ну, действительно, то есть, существует там руководство, да, мы же принадлежим холдингу, Газпром медиахолдингу, да, который формирует, то есть, ребята тоже смотрят, да, что смотрят, что смотрят, что не смотрят, что лучше продается рекламодателям. То есть, много аспектов есть. То есть, важно, как бы, не пересечься с какими-то каналами по аудитории. То есть, там, ну, нюансы, которые, ну, непростая история. Я знаю, что у вас есть еще телеграм-канал Рживопись, который мне очень нравится. Да, есть, все подписывайтесь на телеграм-канал Рживопись, да. Ну, это, да, это вообще удивительная история. Мой друг Андрей Ходорченков. Он все время, он считает, что я мало занят, у меня мало работы, и он все время меня пытался подораживать какими-то своими суперидеями. Идей у него всегда супер, естественно. Но мне не всегда хватало просто ума, понять, осознать глубину этого и найти время. И тут он в очередной раз, как бы, говорит мне, давайте Легу, типа, что-то. А я просто от нечего делать, и вообще, мне хотелось попробовать, как это работает, да, то есть, как люди столько там вообще подписчиков смотришь, думаешь, ну, как это работает, ну, как это вообще. Ну, то есть, я не такой человек, а всем, наверное, стыдно, да, там, всем твоим друзьям звонить, там, подпишись, ну, типа, уже, как бы, ну, когда вы уже дальние друзья, а не, типа, не там, не в одном институте. Я какое-то время назад уже сделал этот канал живопись и выкладывал там раз в неделю что-то, какие-то картинки, да, с очень-то тупым форматом классическая живопись и просто придумал какие-то идиотские подписи под него. Андрей говорит, о, отлично. И мы, как бы, вот сделали, а у меня там было, там, сто человек, ну, просто какие-то, вот, там, это, друзья. И, как бы, мы, там, раз, вот, ну, типа, выкладываем, выкладываем. Мы, там, договорились, мне помогают два друга, мы, Павел Гришнов и Игорь Владимиров, мы втроём, как бы, вот, занимаемся, и Андрей Хатовчиков. И мы, соответственно, ну, поклялись, типа, давай, ну, просто, в любом случае, какой-то период поделаем это. Ну, чтобы не бросать, как бы там ни было. Ну, потому что, когда у тебя сто человек, ты, как бы, ну, рано или поздно, я знаю по себе, начнёшь терять интерес. И тут, как бы, да, ну, мы, там, продержались, там, это сотни у нас, там, месяц-два, думаю, ну, уже, там, всякие мысли бы. Потом кто-то нас репостнул, там, с подачи Андрея, кто-то нас репостнул, раз, там, 200 стало человек, 300. И потом, в какой-то момент у нас пошёл этот рост. У нас сейчас, там, по-моему, 23 тысячи или 24 тысячи, да, 24 тысячи. И это всё живые люди, что... И нам пишут, когда рекламодатели, говорят, у вас что, все живые? Да, все живые. Говорят, это очень большая редкость. Ну, мы ведь, так как мы, ну, не занимались этими странными вещами, наверное, действительно редкость. И у нас прям чудесная публика, там всё замечательно. Вот телеграм-канал ещё чем-то напоминает... В общем, есть в Британии женщина-комик, её зовут Диана Морган, и она сейчас ведёт какое-то своё юмористическое шоу, честно говоря, не помню, как оно называется. Но она тоже ходит по музеям, там, по культурным пространствам, разговаривает с историками классными, там, с учёными. И у неё посыл мысли обычно такой. Древние египтяне верили, что самая значительная вещь, которую вы можете сделать в жизни, это умереть. Вот, вот такое, то есть... Прекрасно, нет, это всё супер. Я ещё скажу про живопись. Конечно, мы не думаем, что это, там, высокое искусство или юмор, там, высшей пробы. Но это началось просто как... Хохма. Ну, как просто, да, как бы сбить спесь с этих пыльных картин, да, чтобы люди... Ну, просто как бы не так всерьёз, как бы, да, когда тебе на пафосе рассказывают, показывают, эти бабушки вдоль музея сидят. То есть ты как-то всё равно, ну, не воспринимаешь это так, как бы, как, что это, какой-то человек нарисовал. То есть такой же человек нарисовал просто давно и... Всё по-другому было, да? Да, точно. А так всё то же самое. Поэтому, да, мы... Ещё у нас просят, каждый раз просят, типа, ну, пишите вы кто настоящее название, настоящего художника, типа. Ну, там, можно, там, типа, заблёрить же теперь, как бы. Я каждый раз, как бы, они не понимают, что мы же... Ну, я же сижу на совещании, надо что-то выложить. А потом, а ты ещё художника забивать. Это только из-за этого, понимаешь? Ну, в общем, в пользу случая, простите. Мы по этому не делаем, просто... Ну, нет у нас выведения на это. Как находите картины? Просто забиваете, типа, красивые картины? Нет, вообще нет. Да нет, я там все это Гэллирикс, я там, это мои путешествия, особенно поначалу, там, по всем... Там, по Луурам, по, там, Тейт, по... Ну, короче, по этим... Потом, чего же скрывать, как бы, нашёл несколько каналов, которые тупы картины. Тупы картины. Вот, ну, несколько... Ну, и так же, по-прежнему, иногда бывает, конечно, затык, но бывает. Ещё самое, что удивительно, у нас, как бы, канал идёт абсолютно в мануальном режиме. В мануальном. Я каждое утро сижу и либо сам не могу придумать, либо пацанам пишу. То есть, у нас нет такого, что у нас на 10 дней вперёд. И это всё это время происходит. Я каждый раз пацанам говорю, пацанам, как так? Ну, это же ненормально, наверное. Ну, потому что каждый раз сидишь и думаешь, что выложить. То есть, я не знаю, что и завтра утром брёшь. Почему-то так, не знаю. Ну, искусство, видите, мне так повезло. Я учился в Петербурге. У меня были хорошие друзья, которые там показали там... Эрмитаж, и там, ну, короче, верушки, музеи. И сводили в театры в первый раз, и в Мариинку, и в БДТ, и прочее. То есть, мне повезло этим как-то напитаться. Я, конечно, считаю, что этот яд попал в мою кровь. Из-за этих, в общем-то, никаких-то умышленных действий. Конечно, я там ничего не понимал. Конечно, когда сидели в шестом ряду, там, на волшебной флейте, как бы я видел только пыльщу. Вот, как бы... Но при всём при этом, я абсолютно уверен, что это отложило отпечаток, конечно. Как можно помочь, какой совет вы можете дать человеку, который хочет прийти вот в шоу-бизнес как креатор? Ну, не существует такого канона. Нужно куда-то прийти, попытаться устроиться в какую-то компанию, продакшн. Я пишу, я умею писать. Тебе поставят ТЗ. Никто не выгонит. Вдруг ты быстро и дешево пишешь. Ты нам нужен, а вдруг бесплатно пишешь. Вообще отлично. Вот, никто не откажет. Если увидят, как бы тебе уже начнут давать какие-то фрагменты. Да, то есть, ну попробуй это. Ты затыкаешь дыры сначала. Потом ты становишься надёжным. То есть, ты всегда затыкаешь дыры вовремя. Ты умеешь это делать. И при прочих равных отдадут тебе. Потом будет твой первый проект какой-то. Где ты выступишь там как автор. Потом будет проект, где ты выступишь как шоу-ран. И потом, если у тебя всё получается, зачем будем искать какого-то продюсера, если мы вырастили своего. Только так это работает. Ну, и если мы сегодня много говорим про пятницу, у Коли все воспитанники. Все приходили на ничтожные должности. И все выросли на моих глазах настоящих профессионалов. Настоящих. То есть, просто звери. Спасибо большое. Вы знаете, по-моему, движок один и тот же. По телевизору показывают кино просто. И раньше, если был формат кинобудки, был чуть ли не основным для всех. То есть, как прикармливали. То есть, там, СТС 9 часов. То есть, понимаешь, это как бы... Ну, телевидение ворует лучшее. Вот оно, как бы, как паразит впитывает в себя всю эту дырень. Пошла какая-то тенденция на что-то. Не знаю, там, на пародии где-то. Они тут же сделались в органной себе передачи. То есть, телевидение, оно, в общем-то, паразит, который впитывает в себя все эти тенденции, культуры и кино. То есть, показ кино, это же чистое воровство. Все приемы, как бы, драматургические тоже, как бы, покрадены. То есть, я не разделяю. Я полагаю, что это телевидение, это такой спрут, который всасывает в себя все прекрасное. А что из этого он показывает? Может, что-то прекрасное, а может, и не очень. Потом множит на 10. Всем спасибо. Это был Вячеслав Баганарский, Основатель, Камеди Клава, Прожектор Парис Хилтон, сценарист, режиссер, продюсер. Было очень приятно с вами поболтать. Очень приятно вам. Спасибо большое.